всем привет сегодня 1 мая вышли с девчонками погулять на улице у нас сейчас плюс 5 солнышко в принципе светит вот так самокатчика увидели девчонки наши да самокаты мы не любим у нас сегодня 1 мая вышли погулять сегодня у нас плюс 5 солнечно в принципе на улице сухо вчера был дождь но уже сегодня все подсохло травка местами появляется конечно очень грязно на улице вроде у нас здесь и мели вроде здесь и убирали а все равно ты дожди идут а пыли очень много да этот к вопросу о том что наши девчонки ходят в пыльниках сегодня 1 мая впереди у нас пасха впереди у нас 9 мая в общем праздников много выходных много главное чтоб погода не подкачала до оливушка а чем ты недовольна моя зайка чем ты недовольна очень грязно конечно девчонки у нас вот в защитных пыльниках хлопковая ткань дышащие то есть им совершенно не жарко в них но они нас спасают потому что ну вот мы снимем после прогулки у алюшки какие будут лапы и то есть она бы такая конечно вся была вот поэтому ну и плюс еще защита от клещей клещи у нас уже проснулись в сибири в принципе снег у нас уже давно сошел их очень много ну прям миллионы вот говорят что это прям какое-то нашествие апокалипсис вообще прям огромное количество клещей мы стараемся гулять по тропиночкам по тротуарчиком то есть в траву особо не пускаем девчонок ну по большому счету они особо-то и не любят травку только что если смс-очки почитать ну я думаю что обойдутся без смс-очек пусть на столбиках читают смс-ки вот хотим вам знаете что рассказать мы вчера в общем чуть ли не лоханулись короче чуть нас не развели ну все прекрасно знают что сейчас с препаратами от клещей сепарика бравекта ну проблемно да санкции прочее короче и они конечно есть у нас есть в магазинах но ценники очень высокие мы вот последний раз купили девчонкам по акции так скажем это цена прям ну очень высокая вот и тут мы вчера уже поздно вечером где тоже наверно первый час ночи был влад мне скидывает горит смотри вот в одной группе в телеграм-канале объявили совместную закупку на симпарика бравекта ценники в общем хорошие плюс там еще а по квел везут а по квел этот ну как бы да у нас олечки аллергия мы на а по квеле сидим а его достать сейчас тоже сложно можно но опять же по очень большой цене поэтому ну как бы влад мне контакт этой девушки дал то есть в группе этом ничего не стал писать я в ней не стою а конкретно в личку этой девушки написала попросила общем чтобы она мне скинула ценники вот в общем сказала что препараты сроком чуть ли не до 26 года поэтому все в порядке ну и в общем то я так посмотрела думаю ну можно было бы пачки две пачки симпарики прикупить пачка симпарики из трех таблеток до пяти килограмм стоила там две с половиной тысячи я в принципе нашу переписку вам прикреплю скрины вот и плюс мы решили еще а по квел купить 100 штук потому что это в принципе у нас алюшка на этих таблетках и в принципе мы сейчас покупаем в три раза дороже в общем там она нам написала что 100 таблеток стоит 7 700 это прямо можно сказать халявная цена и в общем то я как бы ей пишу что вот нам бы пару пачек и плюс 100 по квел 100 штук в общем как бы она пишет мне тут же сообщение с номером телефона что на сбер переводите там 12 700 меня как бы немножко насторожил то что я знаю что у нас сейчас проводят совместные закупки люди но те кто проводят эти закупки они закупают а потом рассылают и девочки оплачивают уже после того как они вздеки идут получать свою продукцию то есть наложенным платежом никто заранее там сто процентов не оплачивает потому что во первых как бы даже если кто-то у них там по какой-то причине отказался и ну не выкупил свои препараты но это сейчас знаете уйдут в легкую поэтому как бы там переживать за то что у них повиснут деньги это вообще как бы не вариант а тут стопроцентная предоплата как-то так немножко напряглась человека не знаю кто что не отзывов ничего так как бы оплатить в общем как бы я и пишу у нас уже второй час ночи я сейчас оплатить вам не могу давайте завтра ну в общем она сразу сообщение где она мне скинула телефон и то что оплачивать на сберы сумму она это сразу сообщение чека удалила у нас четыре часа разницы как бы мы раньше краснодара просыпаемся да это кстати ну как бы в группе в красно ну в краснодарской группе было объявление ну и думаю странно чё удалила ну как бы я бы утром встал до оплатила я бы скорее всего оплатила бы несмотря на то что меня это напрягло немного в общем мы пообщались с ладом решили что мы не будем платить человек проснулся с речка и быстрее давай писать тем кто хотел оплатить ну и пишет мне что типа если сегодня типа до 12 оплатим то есть пар часов не дает это я вас включу в закупку я и пишу в ответ говорю не мы сейчас не будем покупать и такое мне в конце прилетает сообщение скрин сейчас лад поставит ну из чего я как бы делаю стопроцентный вывод что это мошенница ну потому что нормальный человек который реально занимается закупками она вроде как сказал что раз в год она будет это организовывать закупку нормальный человек который этим занимается да ну как бы она сказал ну ладно не надо не надо в следующий раз может быть поучаствуйте да как бы но она бы не стала оскорблять это же все-таки потенциальный клиент и и да а тут сразу такой мат я такая думал опа ну короче действительно мы чуть как лохи не попались на 12 700 благо то есть как бы во время сообразили и немножечко вот интуиция видать сработала что что-то напрягает вот что-то как-то вот не дни так еще расскажу по поводу доставки то есть но так как мы еще в краснодаре не находимся да ну у нас там есть знакомый который случае чего я бы могла обратиться они бы забрали ну и я пишу я где вы находитесь ну чтобы я могла сориентировать смогут ли мои знакомые забрать или нет она горит мы привезем типа туда куда надо на дом на дом в общем игра это как бы в дону 100 стоимость уже входит она грида все входит уже в стоимость но ну тоже как-то такой момент найти люди каждому по домам будет развозить то что-то как-то это странненько да в общем короче мошенников дофига схем мошеннических дофига и люди вот реально прям вот на всем а сейчас боль да так скажем собаководов это вот какая чем обработать своего питомца поэтому вот на наших так скажем болях люди пытаются разводить с таким видео решили выйти так скажем свеженькая такая до информация решили выйти рассказать в общем давно у нас конечно не было видео но особо не снимаем потому что не хватает во первых времени во вторых у нас вот только что вот в принципе более-менее чистота какая-то появляется травка зеленая вот появляется то есть все как бы ну весна да так скажем приходит какая-то хоть какая-то красота потому что после зимы и грязь вот это снимать было особо нечего да и новостей особо как таковых нету поэтому особо и не снимали но вот сегодня вышли вот с такой вот темой чтобы никто из вас не попался так что будьте внимательны к таким сообщениям в разных группах но сегодня наверное у нас все всем пока и до новых встреч